Знаете, я сегодня проснулась, почитала некоторые комментарии, и особенно почему-то, знаете, многие в личку написали. И, знаете, иногда даже кажется, что люди боятся оставлять комментарии под роликами, потому что знают, что кому-то, может, что-то, то, что они сказали, не понравится, начнётся срач, у других людей другое мнение, и поэтому они мне пишут в личку. И я это, конечно, всё понимаю, но в то же время, вот, многие люди, когда я говорю, что мне там пишут, мне там многие написали, пишут мне о том, что, да какие многие люди, три человека посмотрело твоё видео, и всё. Я, как бы, даже спорить не собираюсь, сколько там человек смотрит мои видео, но в основном мне пишут люди в личку, задают какие-то вопросы. Я на многие даже, вот, не отвечаю, потому что я как-то давно ещё сказала о том, что я буду посредством роликов, именно в роликах отвечать на вопросы, как-то так выражать свои мысли ёмко, получается лучше, чем когда ты пишешь сообщение. Тем более, не всегда есть время, ну, как бы, писать эти сообщения. Сейчас у меня выдалась минутка, мне, как бы, надо развесить бельё, вот, я с вами сижу тут, разговариваю. Короче, смысл в чём? Смысл в том, что мне в последнее время стали писать, это, конечно, не только сегодня, а неделю назад были позывы, месяц назад тоже люди писали, причём неоднократно о том, что, ой, хватит уже, чё-то вот это вот не накрашенная какая-то, чё-то вот это вот, я не пойму, чё, как не девочка, что ли, не девушка, ты же женщина, ты же умеешь быть красивой, а ну давай, давай, вот накрасься, приведи себя в порядок, а то я же не в порядке вообще, как бы, я чму уродливая какой-то. Вот, ну, звучало это именно так, понимаете, по-другому просто я даже не знаю, как интерпретировать эти высказывания, как бы, накрасься, приведи себя в порядок и забацай нам какой-нибудь ролик, вот именно расфуфырься до вот невозможностей, и тогда мы тебя послушаем, и тогда мы вот на тебя обратим внимание. Понимаете, какой порог у людей, какой недостаток у людей, и какое узкий, узкое мышление у людей. Я нравлюсь, во-первых, себе такая, какая я есть, я не накрашена, да, я вижу объективно, что и второй подбородок, и мои уже какие-то морщины, и моё уже такое возрастное где-то лицо, что я это всё вижу, я дальше буду ещё хуже, не поверите, но это не повод, чтобы мне затыкать рот и говорить о том, что, ой, как-то не воспринимается то, что ты говоришь с твоим внешним видом. Вот если бы ты вот накрасилась, там, оделась, как-то села, да, села как диктор на телевидении, что-то там рассказала вам, а вот тогда бы мы тебя послушали. То есть вот именно так, когда человек именно жизненно выглядит, да, мы тебя не можем воспринимать. Может, дело вообще как бы не во мне и не в восприятии, а дело в вашем мышлении, то, что вы думаете, что на вас может повлиять человек только действительно красивый, что на вас может повлиять человек действительно, который может показать себя вот так вот, вот она я. А ну-ка, я вам сейчас расскажу, как нужно жить, слушайте меня, это такой маразм. Люди, куда вы катитесь, куда мы катимся? Потому что я даже по себе замечаю, когда человек ухоженный, не в плане ухоженный он без косметики, но он ухоженный, а в плане накрашенный, одет опрятно, аккуратно, всё так именно, знаете, вот именно на показ, такие люди почему-то замечаются больше, это во-первых, и во-вторых, таких людей почему-то хочется слушать. Но на самом-то деле, по большей части, такие люди не умнее тех, которые не накрашены, которые выглядят обычно. Так что, всё это просто, да, ну, красиво, приятно глазу, но... А вы обращаетесь за сутью или за тем, чтобы глазу было приятно? Вы определитесь, что вам нужно. Просто если вам нужно, чтобы было больше глазу приятно, да, а саму суть вы не слушаете и не вникаете, то тогда нам не по пути. Я лично с вами общаюсь и хочу, чтобы мы как-то суть, да, какой-то проблемы, какого-то дела, суть жизни мы с вами понимали. Но никак я здесь не агитирую и не рекламирую то, как нужно выглядеть, как нужно быть опрятной и всё в таком духе. Для этого есть куча других каналов. У меня жизненный канал. Здесь мои мысли. Если они во мне приятны и неприятен мой внешний вид сопутствующий, то уж сори. Я не с козявками и не засранная какая-нибудь, сижу перед камерой. Я в обычной чистой одежде. Я в обычном своём каком-то виде, состоянии. Даже если не накрашенная, я всегда умытая, всегда почищенные зубы. Что ещё нужно? Если вам неприятно уже даже с таким человеком разговаривать, то, опять я повторюсь, проблема не во мне явно и не в восприятии, а в вас проблема, в вашем мышлении. Вы хотите того, чего не хотят другие люди. И нужно разбираться с собой, и нужно как раз-таки себя начинать, и нужно как раз-таки себя как-то менять, нужно совершенствоваться. Да, я знаю, всех, наверное, уже сдолбало это выражение «совершенствоваться». Совершенствоваться. Что это такое? Что? Что значит совершенствоваться? Но на самом-то деле совершенствование заключается во всём абсолютно. Во всём. Вот просто всё, что вы делаете в жизни, всё подвергается самосовершенствованию, либо совершенствованию. Поэтому здесь вот всё и подразумевается. Можно совершенствовать свой характер, можно совершенствовать себя, своё мышление, своё мировоззрение, можно совершенствовать свою жизнь, личную какие-то, я не знаю, ну, личную жизнь. Можно совершенствовать всё абсолютно. Совершенствоваться в спорте, в обучаемости, я не знаю, в каких-то, в йоге, в чём угодно. Ну, здесь уже вопрос не ко мне, не к кому-то другому, а именно к вам. В чём заключается ваше совершенство? В чём вы хотите совершенствоваться? И от этого уже как бы плясать. Но я здесь даю какую-то почву для размышлений, да, и мы с вами просто обговариваем. Не кто право, кто виноват, А мы здесь с вами просто, ну, каждый делится своим мнением и просто общаемся. Но никак мы здесь не учим кого-то, никак мы здесь не пытаемся найти правого и виноватого. Свобода, свобода мысли. Ладно, пойду заниматься делами дальше. «К Firstly, ч attribute, ч to тк-тк?» « Пут Anton, пола, 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 пол sj—кинувая, пола, пола и поле восхитник в espero-как the whole.» Продолжение следует...